The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Вебинар будет доступна на YouTube, как обычно, через пару-тройку дней. Тема сегодняшнего вебинара перед вашими глазами. На самом деле, мне бы хотелось сказать несколько предварительных слов, прежде чем мы приступим, собственно, к рассмотрению этой темы. С одной стороны, тема достаточно мелкая, частная, потому что это вообще только одна из частных проблем, которые возникают при доступе из приложений к различным рест-ресурсам, независимо от того, на чем эти приложения были сделаны. А с другой стороны, она достаточно важна, потому что очень многие пользователи действительно используют сейчас все чаще и чаще связь с различными готовыми ресурсами, созданными где-то на веб-сервисах в сети. Или создают собственные веб-сервисы для того, чтобы пользователи этих компаний могли получить доступ к нужным ресурсам из любой точки, с любой платформы, из любого приложения, ну и так далее и тому подобное. Продолжение следует... Продолжение следует... А сегодняшние наши темы выглядят примерно таким образом. Список не очень большой, но мы к каждой теме вернемся по отдельности. Во-первых, мы посмотрим, как выглядит, точнее напомним, наверняка вы все знаете, как выглядит доступ к популярным веб-сервисам по технологии REST. Дальше посмотрим, как технология REST поддерживалась и в процессе развития наших продуктов изменилась поддержка REST технологии в RAD Studio. Какие компоненты существуют для того, чтобы пользоваться этими ресурсами? Ну, естественно, посмотрим какие-то программы, примеры, инструменты, которые тут применяются. И перейдем к одной именно важной, но частной проблеме – это авторизации и получение прав доступа к глобальным ресурсам, которыми владеют большие компании. Сегодня мы коснемся в основном типа авторизации OATH первого и второго версии. Ну и посмотрим, как это делается в Delphi на примерах. То же самое можно сделать с C++, но мы будем показывать сегодня на Delphi. Так, мне кажется, более наглядно для тех, кто знаком с нашими продуктами. Итак, тенденция, которая наблюдается сейчас уже много-много лет, больше 15 лет – это тенденция к изменению архитектуры компьютерных систем, которые мы применяем во всем мире. Если раньше мы в основном пользовались клиент-сервной архитектурой, которая на данном рисунке расположена слева, то сейчас все чаще и чаще крупные компании используют архитектуру микросервисов или, по крайней мере, многозвенную архитектуру, которая обладает определенными преимуществами. И главное преимущество – это меньшая связанность элементов этих систем, следовательно, большая гибкость при изменении тех или иных условий или тех или иных задач, которые решает эта система. Вот это главное, что дает изменение архитектуры – это возможность большей гибкости при эксплуатации системы, при разработке системы, при внесении дополнительных функций, при получении дополнительной пользы от использования этих систем. Какое отношение это имеет к REST-технологиям? Очень простое. Большинство внешних веб-сервисов сейчас готовы предоставить доступ по REST-технологии. Это означает, что доступ ко всем этим ресурсам идет через URL, через ссылки в виде универсального доступа к этому ресурсу, независимо от того, где он расположен. Главное, что этот доступ идет по протоколу HTTP. Это один из самых важных элементов в современных технологиях – возможность использовать HTTP и соответствующие команды HTTP для того, чтобы работать с различными сервисами. Как вы понимаете, это все реализуется на двух концах цепочки соединения. С одной стороны, должен быть где-то сервер, ну или какой-то, по крайней мере, сервис, который обеспечивает обработку вот этих всех запросов по REST к своим ресурсам и выдачу результатов обработки этих запросов. С другой стороны, это мы называем бэкэндом в нашей терминологии. С другой стороны, есть определенное количество типов, различных типов приложений или способов доступа к этим ресурсам из совершенно разных платформ, совершенно разных устройств, совершенно разных программ. В общем, это универсальный доступ, действительно, независимо от клиента. В этом преимущество REST технологий. Если посмотреть на слайд перед вашими глазами, то мы хотели подчеркнуть, что для наших пользователей мы предоставляем возможность не просто доступа к REST ресурсам, но и создания собственных бэкэндов на основе этой технологии. Это и раньше было возможно с достаточно древними технологиями, такими как DataSnap или WebBroker, которые были включены в наши продукты, но в данном случае REST сервер предоставляет уже готовую основу для того, чтобы потом быстро ее развивать, быстро ее модифицировать и использовать не только в наших приложениях и для связи с нашим приложением, но и с любыми другими, которыми нужно в вашей компании или у ваших пользователей. Сегодня мы бэкэндом заниматься не будем, хотя, почему я обязательно хотел показать вам этот слайд, REST сервер также обеспечивает возможность создания ресурсов, создания сервисов с авторизацией. Для этого у него есть встроенные ресурсы, для этого у него есть ссылки служебные ресурсы, по которым вы можете контролировать доступ, ну и так далее и тому подобное. Если же вы решили воспользоваться уже готовыми ресурсами, то к ним вы будете идти скорее всего по классической REST технологии. Это означает, что вы будете пользоваться протоколом HTTP или HTTPS для связи с этими ресурсами. Адрес ресурсов будет передаваться в строке URL. Ресурс может реализовывать обработку одной или нескольких команд, объявляя методы для каждой. То есть в запросе обязательно говорится, каким методом вы пользуетесь. Ну и, соответственно, здесь перечислены те возможные команды, которые прописаны в REST технологии. Плюс команда list, которая пользуется сейчас все большим и большим популярностью, пользуется, потому что она означает только одно get для всего ресурса, ну или для набора ресурсов. Это список. Особенность REST технологии, как я напомню, это означает, что операции возвращают данные в теле ответа на этот запрос, так же, как и параметры могут быть переданы в теле запроса. Могут возвращать все, что угодно. Как правило, это XML или JSON, наиболее популярные форматы, но это может быть и стрим для файлов, это может быть еще что-то. Все, что позволяет современный набор типов MIME, content type, если это не JSON. И программа должна разбираться, что она получает в ответ на свой запрос. Ну и дополнительно, может быть, на некоторых ресурсах непосредственная связь с файлами и каталогами, которые также реализованы через классические адреса ресурсов в REST технологии, которыми мы будем пользоваться. Ну, собственно говоря, сказавши это, давайте посмотрим какие-то примеры того, как это делается и с какими возможными вариантами внешних ресурсов мы можем столкнуться. Самый простой вариант, значит, я перейду уже в открытый у меня DELPHY. Самый простой вариант, который может быть, это какой-нибудь внешний ресурс, ну, например, я не знаю, да. Вот, например, у меня сейчас перед глазами есть такой ресурс под названием формула 1, то есть вот все данные про формулу 1. Я просто смотрел на этот ресурс перед тем, как начать вебинар, и он у меня как раз сейчас перед глазами. Здесь есть сайт, где эти ресурсы все доступны. API к этому ресурсу описан на этой странице, вы можете им пользоваться. Ну, собственно говоря, если взять вот какой-нибудь там конструктор стендинг запрос, то мы можем получить результат вот типа такого прямо здесь в окне. Но было бы интересно сделать, например, мобильное приложение для любителей формулы 1, которое будет использовать эту статистику, накопленные данные, для того, чтобы, ну, я не знаю, там, ставить ставки, рассчитывать какие-то показатели. Ну, в общем, делать ту задачу, которая пользователю нужна. Для этого действительно прописан этот API, и его можно использовать для того, чтобы получить этот запрос. Большинство людей, которые разрабатывали REST клиенты, знают, что отладка, проверка API и отладки делается либо прямо на сайте того ресурса, который обеспечивает эту API, работу этого API, либо вот с такими программами, как Postman, наиболее популярная программа сейчас для отладки и проверки REST интерфейсов, REST запросов. Ну, и вот здесь уже есть готовый такой запрос. Мы вот вызываем соответствующий какой-то ресурс. Здесь важно понять, что каждый ресурс имеет свои правила, свое API, и правилам API надо следовать для каждого ресурса. В данном случае, чтобы выдавался JSON, мне нужно указать расширение .json. Параметров здесь мне не нужно, я могу просто послать запрос и получить ответ. Почему я показываю на такие программы? Обратите внимание, ресурс достаточно медленный. Почему я показываю именно такие программы? Потому что, когда мы разрабатываем программы, скажем, на Delphi или там на C++ в нашей среде, и пользуемся компонентами, очень многие вещи от нас скрыты для упрощения работы пользователя. Для того, чтобы не заниматься деталями, которые, в общем, повторяются из ряда-рядов, из проектов в проект, и которые можно вынести на некий такой общий уровень для того, чтобы можно было работать. Ресурс достаточно медленный. Вы видите, идет достаточно долгий запрос, но результат, в конце концов, получен. И обратите внимание, что в отличие от обычных наших запросов с данными, REST-ресурсы, как правило, возвращают иерархическую информацию в виде JSON-структур. Это важный момент, потому что с ними придется дальше работать. Для того, чтобы обеспечить работу в Delphi или в C++ Builder с REST-ресурсами, нам фактически нужно два набора компонент. Первый, который обеспечивает, собственно говоря, связь и передачу, формирование и передачу запросов и ответов с ресурсов в наши программы на том или ином уровне. И второй, это набор программ, который работает JSON или XML, который умеет парсить эти форматы и доставать оттуда данные, которые нам потребуются. И те, и те у нас есть в составе клиентских библиотек. Это очень мощная программа, вот Postman. Когда я в свое время разрабатывал какие-то тесты и учился программировать на, скажем, том же XTGS, важно было проверять запросы к ресурсам, которые там поддерживались, и я пользовался этой программой. Однако для наших пользователей мы все-таки рекомендуем немножко другую программу. С вашего позволения, я закрою Postman. Эта программа включена в состав RAD-студии и называется она REST-дебаггер. Вот она открылась. Собственно говоря, она имеет те же самые задачи, которые стояли перед вами в Postman. Здесь вы можете указать для каждого запроса. К сожалению, здесь работает с одним запросом, но можно сохранять и загружать эти запросы. Ну вот я предварительно сохранил такой запрос, у меня он уже есть, я его открою. Но посмотрите, какие параметры здесь указываются в этой программе. Значит, здесь у нас указывается метод, каким мы, метод HTTP, которым мы передаем этот запрос. Который, вернее, должен выполнить этот запрос. Второе. Базовый URL, базовый адрес, по которому находится API этого ресурса, этого сайта. Формат выдачи, который нам нужен. Если нам требуется передать какие-то данные, мы можем указать прямо в BOD. Здесь же есть параметры. Ну, в данном случае мы просим не весь ресурс, а конкретный совершенно ресурс. Это означает, кто занял первое место во всех чемпионатах. Ну и так вот я расшифровываю по тому API, которое было. В формате JSON. Для данного запроса нам не требуется параметров пока. Объясню сейчас, что я имею в виду. Но мы можем совершенно спокойно послать этот запрос и получить ответ. Вот мы получили код возврата 200. Значит, все прошло нормально. Нам было возвращено, соответственно, 7902 байта ответной информации. И эта информация выглядит вот здесь вот. Чем хороша эта программа? Наша вот эта программа ResDebugger. Ну, помимо того, что она сразу входит в состав RAD Studio, я даю бесплатно для вас. Она делает много чего. Она умеет представлять ваши иерархические данные в формате таблиц. Ну, вот так она устроена. В данном случае мы можем указать, что вот у нас есть определенные вложенные структуры. Нас интересует... Вот это вот нас все не интересует. Нас интересует Stennings. Stennings состоит из сезонов. Ну и, соответственно, вот мы получаем наши данные в таком формате. Если нам это не требуется, мы можем опять-таки вернуться к тому, как это было. Ну, вот. Да. Вот так вот выглядит этот запрос. Чем хорош... Значит, к сожалению, я сейчас вот еще раз перезапрошу данные, потому что у нас они не совсем так формировались, как мне хотелось бы. Должен сразу сказать, что с примерами может быть достаточно интересная история, потому что не все у нас работает по определению. В сегодняшнем вебинаре я специально оставил кое-какие вещи неработающими, для того чтобы было ярче проявить проблемы, с которыми сталкиваются пользователи. Но почему я говорю, что мы рекомендуем использовать эту программу? Потому что для создания клиента, REST клиента для этого ресурса, который мы сейчас проверили, для эти API, которые тут были отлажены, если требуется, мы можем задать какую-то аутентификацию, которая требует этот ресурс. Об этом чуть позже. Ну вот мы поддерживаем такие типы аутентификации с такими параметрами. Мы можем сделать вот такую штуку. Копи компонент. Давайте я еще раз попробую сделать эту штуку, чтобы не было ошибок. На всякий случай. Я думаю, что у нас сработало бы и в первый раз, но в данном случае лучше это делать без таких сбойных ошибок. Я, собственно, этот запрос сейчас запущу. Получу соответствующую информацию в табличном формате. Значит, применю вот такие вот... Вот такие наши параметры и сделаю копий компонент. Обратите внимание, программа сама говорит, какие компоненты она создала и скопировала. То есть она в память создала уже прямо готовые компоненты. И зачем это требуется? Ну, за тем, что если мы здесь вот добавим свежий проект, вот совершенно новый проект, для создания элементарного клиента, для доступа к этому ресурсу, ну, допустим, это VCL-приложение стандартное, да? Оно создается достаточно легко, но в данном случае нам достаточно просто сделать пейст. И обратите внимание, сразу большой набор компонент был положен на ту форму, которую мы сейчас только что создали. Это компонент дейтасета в памяти. Это адаптер, который автоматически транслирует данные, которые пришли в JSON-формате в табличный формат FDMemTable. Это, собственно говоря, респонс, который содержит ответ на наш запрос, запрос, который шел через компонент request, и компонент client, который управляет всем этим делом, доступом к этому ресурсу на обобщенном уровне. Именно клиент отвечает за авторизацию на этом ресурсе. Ну, как это вот можно использовать? Собственно говоря, для того, чтобы посмотреть информацию, нам нужно сделать всего две вещи. Добавить стандартный компонент data source, связать его с дейтасетом, и положить db-grid, связавший его с дейтасорсом. Давайте глянем в параметры каждого из этих компонент. Здесь у нас важный компонент base.url, то есть тот URL, где находится API этого сайта. Все остальное можно указывать в том или ином видео. В данном случае мы можем здесь указать, что это еще будет application.json. Здесь же задается перекодировка при всех. Здесь же задаются параметры запросов. Здесь же вы можете указать тот user-agent идентификатор, для того, чтобы ресурс понимал, кто обращается и к какому виду, особенностям какого вида нужно выполнять эту операцию. Здесь же можно указать, какие протоколы будете использовать из дополнительных протоколов с шифрованием. Здесь же можно указать аутентификатор, о чем мы немножко позже будем говорить. На этот компонент, на клиент ссылается наш запрос. Запрос состоит из определенных параметров. В данном случае нам нужно указать вторую часть URL ресурса, к которому мы обращаемся, ну и куда направить наш ответ. На response. Response у нас имеет, собственно говоря, формат получения ответа. Ну и что нужно из JSON выделить в тот момент, когда мы будем получать эту информацию в табличном виде. Адаптер говорит, какой response будет брать для обработки, автоматически преобразует данные в FDM Table, но и та передает сюда. Можно прямо в Design Time выполнить этот запрос. Обратите внимание, значит, здесь единственное, что у нас какие проблемы могут быть, это то, что у нас вот здесь вот ширина полей не та, которая удобна для просмотра, поэтому мы зададим сейчас вот таким образом. я вот здесь вот могу задать ширину, не 255, а, допустим, 100. И еще раз выполним запрос. Ну вот вы видите, у нас получилась достаточно ясная картина того, что пришло. И, собственно, приложение, любое приложение для доступа к REST ресурсу, вот таким образом элементарно делается. Понятное дело, что есть масса ресурсов, которые более полезны, менее полезны, которые имеют развитые IP, неразвитые IP. Ну вот таким же способом, таким же способом можно писать любые клиенты, мобильные, настольные, веб-клиенты, клиенты, которые работают в многозвенных приложениях, где сервис передает данные с другого сервиса, третьему сервису, который работает с клиентом, с помощью вот этого нехитрого набора компонент, которые заложены в REST library. REST library, REST client library, основана на библиотеке доступа к HTTP, по протоколу HTTP, есть такая HTTP library, входит в состав IDALF EC++ Builder, но она как бы скрывает определенные сложности и детали работы с HTTP протоколом от наших клиентов. Поэтому с этой библиотекой работать достаточно легко. Давайте я закрою этот проект, который нам не нужен больше. И у нас существует масса примеров, то есть специальных сэмплов, которые вы можете загрузить с наших ресурсов, то есть когда мы можем открыть Open Project, вы знаете все, где расположен, в частности, проще всего это делать через Welcome Page Open Assemble Project, то есть пример, проект пример. В данном случае у меня уже загружен такой пример, вот он. Стандартный пример доступа к различным REST ресурсам. Обратите внимание, что здесь не какие-то безвестные ресурсы, ресурсы, хотя есть и такие, например, а уже вполне такие популярные и очень важные для многих компаний ресурсы, такие как Google задачи, такие как Facebook, такие как Twitter, там Foursquare, Dropbox, ну и другие. Значит, реализовано все это примерно таким же образом. Единственное, что здесь у нас компоненты, относящиеся к REST клиентам, используются повторно. Вообще программа написана достаточно эффективно, более-менее оптимальным образом, поэтому я рекомендую заглянуть в исходники. Для меня гораздо важнее, чем Foursquare или еще что-то, является доступ к Dropbox, потому что, скажем, многими ресурсами я здесь никогда не пользовался или не хочу пользоваться, а Dropbox я пользуюсь очень давно и очень широко. Поэтому здесь мы можем вполне использовать этот пример для того, чтобы посмотреть, как надо обращаться к ресурсам Dropbox. В данном случае мы используем вот такую вот ссылку на API, где расположен. Вот видите, здесь ссылка для получения мета-информации о файлах, находящихся в моем Dropbox и так далее и тому подобное. Но здесь возникает две проблемы. Первая проблема – это то, что за время, пока мы выпускали новый релиз и готовили примеры к этому новому релизу, API Dropbox успела поменяться. И в этом смысле здесь вот этот адрес не актуален. То есть, когда я пытаюсь обратиться по данному ресурсу, он мне говорит, извини, версия 1 уже не работает. И под новую версию вот пока мы в этом примере не реализовали. С другой стороны, понятно, что для крупных систем, которые содержат данные компании или персональные данные или какую-то вашу секретную информацию, доступ для всех быть не может. Понятно, что раскрытие конфиденциальной информации может принести непоправимый вред любой крупной компании, и не только крупной, а мелкой тоже, и конкретному человеку. Поэтому эти крупные компании, предоставляя API доступа по REST интерфейсу, по REST технологии, обязательно требуют аутентификации. Причем компании, такие как Facebook, Quay и Dropbox требуют аутентификации по технологии OAS 2. Что это такое? Ну, для этого давайте мы вернемся к нашим слайдам и посмотрим. Вот этот самый популярный стандарт OAS по определению, был предложен в 2007 году, по определению, это открытый стандарт делегации полномочий доступом пользователей сайтов или приложений без передачи им пароля доступа. Ну, понятно, что конфиденциальные ресурсы обычно прикрыты и были всегда прикрыты именем пользователя и паролем. Именно к этой комбинации аккаунта или учетной записи привязывались разрешенные или делегированные им права работы с сохраняемой информацией. Но как обеспечить передачу этих полномочий доступа внешним пользователям, если мы не хотим передавать им конкретный пароль, заставлять каждого делать свой аккаунт, ну, это хорошо, если мы работаем на каком-то веб-сайте. Там у каждого пользователя будет свое имя пользователя и пароль, они должны их помнить и в зависимости от этого учетной записи им передают соответствующие права. А если это приложение, если это мобильный телефон и нам не всегда удобно это делать, а кроме того, стандарты безопасности доступа и работы с данными в сети требуют достаточно частого изменения этого пароля, иначе это будет дыра в безопасности. Это, ну, например, если вы работали с каким-то мобильным клиентом банка, то там сеанс может длиться не более, там, скажем, пяти минут, а потом надо заново проходить аутентификацию. Не всегда удобно проходить опять через всю эту процедуру аутентификации получения права доступа, если у вас есть, если вы не хотите передавать свои пароли. Поэтому УАЗ был придуман как протокол, который позволяет использовать в крупных приложениях, в крупных сайтах проверку, аутентификацию конкретного пользователя и, в зависимости от того, прошла проверка или нет, передачу им тех прав доступа, которые разрешены для конкретного именно пользователя. Как я уже говорил, первый протокол появился в 2007, и он, все вот эти дела, связанные с безопасностью, они развиваются очень быстро, меняются прямо на глазах. В 2010 сменил УАЗ-2, и то уже сейчас определенные изменения в этом протоколе наблюдаются. При этом, для того, чтобы обеспечить большую безопасность, этот протокол не имеет обратной совместимости с первым. И, соответственно, те компоненты, которые работали, или те правила, или те свойства, которые должны были переданы сайту для того, чтобы провести аутентификацию по первому протоколу, не годятся для того, чтобы работать с ифтаром. Если говорить про сам УАЗ, про саму технологию, то эта технология включает две главных задачи, их две главных части. Получение токена, жетона, на доступ, при этом УАЗ сначала запрашивает разрешение доступа у пользователя или владельца ресурса, а второе, использование этого токена доступа, или access токена для доступа уже к защищенным ресурсам, которые сами по нему определяют, что этому пользователю доступно. В отличие от первого, УАЗ имеет определенные преимущества. Они перечислены здесь, хотя подробное описание сути этих преимуществ заняло бы больше рассказ, чем сегодняшний наш вебинар. Первый способ означает, что проще работать для мобильных, небраузерных или удаленных приложений с тем, чтобы получить соответствующие права доступа к токенам, не требуется запуск браузера. Если в первом случае нам требовалось обязательно доступ к браузеру и потом копирование соответствующего токена доступа из браузера приложений для того, чтобы оно дальше могло продолжать, то здесь это делается уже самим протоколом. Единственное, там нужно указать адрес переадресации, где все это дело будет делаться и соответствующий парсер. В первом протоколе была возможность раскрытия, возможность компрометации секретного ключа и соответственно всей технологии работы всех прав пользователя. Здесь это значительно меньшей степени, здесь не требуется подпись, которая доверяет все, здесь проверяется более-менее безопасно, к тому же передается по зашифрованному протоколу, трафику. Значит, в этом случае обеспечивается более короткое время жизни токенов и при этом можно использовать прямо из приложения дополнительные средства для получения нового токена доступа по мере необходимости, вместо того, чтобы заново проходить все это дело. Ну и, соответственно, роли доступа пользователя здесь развиты и можно пользоваться именно ими. Для того, чтобы понять, что мы дальше будем исследовать в нашем примере, я хотел бы продемонстрировать, можно сказать, самую обобщенную схему работы по этому протоколу, которая заключается в нескольких шагах. Первое, приложение при старте должно запросить авторизацию у определенного сервиса, который передает соответствующий запрос пользователю или владельцу ресурса, и если пользователь согласен предоставить права доступа к этому ресурсу, дальше происходит передача разрешения на доступ, полученный от пользователя в само приложение. С этим разрешением приложение обращается к серверу авторизации, где, собственно говоря, генерится тот самый токен доступа, жетон доступа, которым будет пользоваться это приложение в дальнейшем для использования ресурсов. Ну, а в дальнейшем, пока этот токен действует, приложение обращается к уже конкретному ресурсу, получая или не получая доступ к нему с теми командами, которые она хотела с ними делать, и если необходимо, если необходимо, то приложение само запрашивает перевыпуск токена в тому же самому авторизационному сервису. Как правило, все крупные компании, все крупные сайты, все крупные IP следуют этому протоколу, но у каждого есть собственные особенности. Особенности по тому, как они передают, какую информацию передают, и каким образом можно получить понятие правильной этой информации, вернее, прошел человек авторизацию и получение доступа или не прошел. Для примера здесь я привел два варианта параметров, которые можно запрашивать при авторизации пользователей. Первый это стандартный Google API, который сейчас опять изменился, и в примере, который я вам показывал, мы рассчитывали на более старый, но он уже не действует. Здесь у нас актуальная ссылка, где идет сервер авторизации, то есть куда надо посылать запрос на авторизацию с указанием, с просьбой авторизовать конкретного пользователя с его паролем. Затем адрес, где генерируется собственно сам токен доступа, и есть еще специальный Redirection Endpoint, который отвечает за обработку успеха или неуспеха получения этого токена, ну и выделение токена уже в приложении. Для Google по его документации требуется указать именно такой Endpoint, вот такого экзотического вида, хотя можно указывать и просто вот так же, как в нижнем примере HTTP Localhost. Это некая условность, которая говорит, что приложение само будет пытаться определить, правильно или неправильно прошло авторизацию и выделять сам токен доступа. Для того, чтобы получить авторизацию, необходимо обязательно передавать идентификатор клиента. Это означает, что ваше приложение должно быть зарегистрировано на сайте Google или Dropbox и получить свое конкретное уникальное ключевое значение идентификатор. Некоторые ресурсы требуют наличия так называемого секретного ключа клиента. Но для определенных приложений, которые, скажем, это OnePage приложение или какое-нибудь веб-приложение, те, которые работают в браузере, исходники могут быть доступны в момент выполнения. И, соответственно, там использование в исходниках закодированных в жестком виде секретной информации совсем не рекомендуется. Следовательно, некоторые ресурсы позволяют обеспечить аутентификацию пользователей без использования секретного ключа клиента. И этим, например, пользуется Dropbox. Можно указывать те ресурсы, точнее, ту группу, те области прав, которые вы хотите получить доступ. Например, я хочу писать в Drive и хочу просто читать на мэпы, на карты Google. Да, это вполне может быть. Ну и, соответственно, тип респонса, который ожидает наш аутентификационный компонент для того, чтобы разбираться в нем. У Dropbox немножко другие ресурсы. Здесь у нас указаны другие значения. Они немножко по-другому выглядят. И в данном случае для Dropbox мы можем указать localhost, что вызывает определенные проблемы. Эти проблемы я хотел бы сейчас вам продемонстрировать и показать, как их можно решить. еще раз напомню, что клиентская библиотека для доступа к REST ресурсам в Delphi и C++ Builder состоит из такого набора компонент. Они завязаны друг с другом вот таким образом. И в основном аутентификацией занимается компонент OAuth Authenticator либо 1 либо 2 OAuth 1 или OAuth 2 которым собственно говоря связан REST клиент. Остальные компоненты об этой аутентификации не знают. Они просто пользуются тем токеном доступа, который клиент видит через свой аутентификатор. Вернемся к нашему примеру и посмотрим какие же собственно говоря вопросы возникают когда мы работаем с Dropbox. этот пример я взял у одного из наших MVP Влада Баженова ссылку на его блог я покажу в конце вебинара. Итак собственно говоря задача получить доступ к приложению Dropbox который у нас я сделал для примера для того чтобы показать это дело. значит как это обычно делается можно сразу было указать вот этот самый аутентификатор но к сожалению получается в большинстве случаев что мы не получаем доступа к соответствующему токену доступа то есть мы не получаем его собственное приложение поэтому Влад написал такое приложение которое демонстрирует что на самом деле происходит в момент когда мы пытаемся обратиться за аутентификацией это будет все на экране значит здесь в данном случае у нас очень простое приложение в котором есть фактически одна кнопка вторая это второй вариант решения этой кнопки есть веб-браузер собственно говоря в который будет происходить обращение пользователя для того чтобы можно было авторизоваться на сайте дропбокса ну и собственно мемов которые будет попадать лог всех тех http вызовов которые будут необходимы для того чтобы авторизоваться к этому ресурсу внутри программы выглядит достаточно просто по нажатию этой кнопки мы собственно говоря форматируем формируем соответствующий адрес обращения к ресурсу здесь у нас вот такая что здесь формируется вот здесь есть такой ключ приложения который я показывал и соответствующий адрес для редирекции ответа то есть куда нужно получить ответ ну и здесь у нас получается шаблон того запроса который идет на авторизацию соответствующая API дропбокса мы заполняем этот шаблон готовыми параметрами которые у нас необходимы формируя актуальный адрес ресурса и просим браузер перейти по этому ресурсу ну давайте мы запустим это приложение поскольку у нас осталось не так много времени оно сейчас запустится на другом экране вот оно запустилось я чуть-чуть приоткрою размер нашего окошка чтобы было удобнее и попытаюсь нажать кнопку вот пошла первая команда авторизации и дропбокс запросил вход в систему с моими пользовательными данными я сейчас их ввожу с некими тестовыми данными ввожу свой пароль для того чтобы дропбокс пустил меня внутрь своей системы и узнал кто я такой и тут мы кстати можем увидеть вот какие идут запросы вот какие запросы здесь идут идет обращение к дропбоксу и здесь есть видим особенность того как действует двойная авторизация извините двойная двухфазная авторизация в дропбоксе мне пришло смс в котором находится ключ для других систем такой авторизации нет для других крупных систем ну и соответственно есть определенные особенности поэтому для дропбокса по идее нужно как-то по-другому учитывать эту особенность и может быть даже каким-то образом делать обработчики этого события но в данном случае мы работаем через веб-браузер и здесь все видно я говорю что пожалуйста продолжай подключение этого приложения и можно ли вот этому приложению которое так называется получить доступ к моим ресурсам вот я как владелец этого ресурса сейчас просто говорю можно и что и у нас ничего не происходит то есть на самом деле пытается открыть localhost если бы у меня был открыт мой внутренний веб-сайт то в общем этой картинки бы мы не увидели потому что переход по этому localhost перешел бы но собственно говоря ключ доступа мы бы не увидели кстати вот тот пример который я показывал рес демос экзэ с дропбоксом получает нормальный ключ доступа несмотря на то что это тоже весельное приложение и там никаких таких проблем не возникает Влад нашел способ обойти это дело но но это когда он разбирался немножко по-другому была устроена рес клиент библиотека и сейчас есть другой способ который мы опять-таки можем взять из того примера который я показывал перед этим и этот пример выглядит достаточно легко просто достаточно понятно если посмотреть вот на эти две процедуры которые я добавил для обработки второй кнопки вот у нас есть вторая кнопка которая собственно говоря делает то же самое что первое но немножко другим способом обратите внимание у нас есть вот такая вот штука где она взялась оказывается разработчики Delphi и разработчики C++ Builder добавили нам специальный класс который обеспечивает создание внутренней формы которая сама содержит в себе все необходимые средства для обращения к веб-сайту для того чтобы работать в браузере в момент когда идет обращение к службе авторизации здесь у нас есть определенные свойства которым мы можем воспользоваться и команды которым мы можем использовать в момент когда я делаю запуск обработчика той кнопки ну и собственно говоря события для того чтобы можно было реагировать на те или иные варианты ответов которые происходят в момент работы этой формы как же здесь это выглядит здесь выглядит очень просто значит мы опять-таки формируем соответствующим образом тот конечный адрес ресурса авторизации куда мы обращаемся создаем эту форму динамически передаем ей обработчики события на получение токена или не получение токена обратите внимание здесь они находятся в двух местах один и тот же потому что этот обработчик универсален я сейчас покажу что он делает но и после того как мы выполняем запрос с этим указанным адресом обращения для авторизации в этой форме мы обрабатываем результат если в нашем last title есть признак того что выполнение закончилось успешно то мы соответствующее место можем скопировать код авторизации здесь есть магическое число 14 которое работает для дропбокса и может не работать для других систем потому что вид ответа успешной авторизации для каждого сайта может отличаться что же делает обработчик обработчик делает очень просто если я по случаю нажал пожалуйста сделай мне авторизацию к этому ресурсу а у меня уже есть доступ токен доступа то есть если я уже перед этим делал то он не проходит все процедуры он пытается использовать этот токен доступа для того чтобы в дальнейшем работать с приложением ну и давайте посмотрим как это выглядит по второй кнопке обратите внимание что после того как прошло успешное соединение вот в этом поле EDT Dropbox Access Token должен появиться собственно говоря токен доступа в том виде в котором он был получен для этого приложения в данный момент для другого момента времени токен будет выглядеть по другому так что здесь все более-менее законно открывается новое окно вот оно да я делаю все то же самое ввожу пароль получаю СМС пока ничего страшного то что вы видите здесь собственно говоря ничего такого секретного нет продолжаем все то же самое делать так как положено для Dropbox даю права доступа для этого приложения именно в данный момент форма закрылась и вы видите что здесь у меня нормальный получен токен доступа с которым я в дальнейшем могу использовать уже прямо в любом приложении в любом в любом приложении в любом обращении к любому ресурсу на Dropbox ну собственно говоря вот этот способ работает этот способ мне хотелось бы показать хотя есть определенные приемы которые можно использовать и в предыдущем случае но мы не рассматривали аутентификацию по UAT1 потому что это достаточно неплохо написано в документации вернемся к нашему нашей презентации и подведем некоторые итоги значит то что REST является наиболее популярным способом использования веб ресурсов в приложениях это пожалуй уже доказывать не надо я понимаю что у REST есть ограничения многие компании предпочитают пользоваться не таким открытым протоколом а изобретать собственные внутренние или более тяжелые по передаче информации с точки зрения ну например SWAP протоколы они передают гораздо больше информации нежели REST вот с другой стороны можно обеспечить больше функционал можно обеспечить какую-то оптимальность с точки зрения обработки передачи потоков информации это выбор за вами но тем не менее если мы делаем публичный ресурс если мы хотим чтобы работало как можно больше пользователей и как можно больше типов приложений на самых разных платформах не только веб-приложения не только те которые работают в браузерах а любого типа вплоть до консольных пожалуйста пользуйтесь REST не зря он так популярен RAD студия ну честно говоря вот я не знаю где еще где еще можно так легко разрабатывать REST клиентов так как в RAD студии с бэкэндом есть определенные тонкости хотя это сделать так же просто потому что RAD сервер это очень мощный продукт и мы обязательно вернемся к рассказу о RAD сервер в следующем месяце клиентская библиотека library построена на базе HTTP library если хотите вы можете ей не пользоваться это дело вашего вкуса я имею ввиду client library но она резко упрощает разработку приложений потому что позволяет задумываться именно о функционале о том какие задачи куда чего мы хотим а не как как нужно делать для того чтобы выполнить эти задачи она это дело облегчает метод безопасной авторизации проверки прав доступа а также API REST развивается исключительно быстро и меняется так же исключительно быстро поэтому тот способ который я сейчас показал работает сейчас но не факт что он будет работать через полгода к этому все должны быть готовы но мы тоже не стоим на месте и будем обеспечивать соответствующую работу потому что REST это очень важно на сегодняшний момент Client Library поддерживает авторизацию по обоим протоколам UAS с помощью специальных компонентов один для первого второй для второго типа протокола и вот важный момент который я хотел бы подчеркнуть эти компоненты UAS 1 и UAS 2 они являются достаточно ну такими обобщенными то есть они поддерживают минимум функционала который необходим для того чтобы обеспечить работу с протоколом UAS для каждого ресурса есть определенный специфик и в частности в Dropbox мы видели отличие того как работает Dropbox от того же Google или от тех вещей которые пользуются другими способами передачи ответа для того чтобы можно было потом распарсить этот ответ и найти правильный ключ доступа так вот компоненты которые заложены в REST Client Library UAS 1 и UAS 2 являются наследниками от более общего абстрактного компонента от которого вы можете наследовать собственные классы которые будут специфически настроены на тот или иной тип ресурса тот или иной тип API который вам требуется и мы в общем думаем что это правильный способ для того чтобы использовать эти компоненты в больших крупных приложениях для компаний которые широко используются такими функционалом как Google Tasks Google API или Dropbox API или что-то другое последнее что я хотел бы подчеркнуть это показать дополнительные ссылки очень неплохая на самом деле описание того что может наша клиент библиотека собственно говоря в документации но про на английском языке здесь ссылки собственно говоря на всю весь блок информации о разработке бэкэнда REST и клиентов SaaS либо облачных клиентов пожалуйста здесь каждый найдет раздел по своему интересу подробнее REST Client Library описано по второй ссылке ну и я хотел дать ссылку на блок Влада Баженова с огромной благодарностью потому что он действительно делает много полезной работы и кроме того у него замечательный слог он очень понятно все излагает это вот относительно старая статья но она хорошо завязана с остальными нашими работами спасибо за внимание на сегодня я закончил и готов отвечать на ваши вопросы